Всем привет! Заблянулась сегодня в монетку. Там была орхидея филенопсис за 199 рублей. Купила, попробовать. Не знаю, получится ли реанимировать ее. Хочу, интересно мне. Она, как и предыдущая, пострадала перед транспортировкой. Девчонки оставили у нее фиолетовый цветочек. Посмотрим, сейчас разберем ее. Отпоим немножко, обработаем землю, субстрат. Я думаю, что мы немножко обожжем в духовке. Самое малость на всякий случай. И оставим в нем же. Что, поехали пересаживать? Надеюсь, всем все видно. Сейчас настроимся. Если не видно, извините. Вижу какую-то паутинку. Такой был фиолетовый красивый цветочек. С темной серединкой. Интересный. Так, а тут у нас что? Все только абсолютно сухое. Его не поливали. Причем уже не поливали давно. Смотрю, уже плесень. Грибные комарики порезали. Ничего. Ничего, сейчас заработаем. И оп, стой. Сколько тут всякой жарки. Очень и очень много. Что-то я уже сомневаюсь, что стоит оставлять этот субстрат. Прям очень много всяких сучков-паучков. Даже не знаю, кто это. Они прям вообще кишат, кишат. Даже не факт. Так, ладно, подумаем над этим вопросом еще. Вряд ли мы будем оставлять его, потому что он очень уж страшный. Сейчас мы по возможности все это стряхнем. Замочим в цирконе. Посмотрим шейку, нет ли гнили. Если что, возможно, сейчас снимем, ну прям в роз. Сейчас попробуем нажать листик. Пока. Сейчас. 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 он еще драться не хочет может так будем убирать сейчас я удалю все желтевшие листья вот этот мы естественно оставим он идет с точки роста почистим ее приведем божеский вид конечно мы погрызанная все вообще страшно ну да не знаю что из этого получится 199 рублей все-таки конечно не так будет страшно если она погибнет но обидненько будем пробовать реанимировать почищаем поставлю в водичку развела водичку отстойную добавила циркон фитоспорин постоит нам пару минуточек потому что она очень сильно сухая смотрим может что-то еще более или менее живо будем пробовать тихонько отпаивать и субстратом подумаем что делать потому что он очень страшный он прям кишит кишит каим паучками может она хочет что-то кто-то проклянулся цветоносом будем надеяться что крышечек что у нас выживет у меня тут небольшая идея появилась субстрата у меня сейчас нормального нет остался только осталось только крупная кора мы сейчас попробуем его оставить посмотрим что получится мы же экспериментируем лишнее всякое дрова всякие уберем сначала мы его обожжем а потом мы его замочим в катаре пару часов на это время орхидейка пустыть немножко что нам не привыкла она уже отвыкла пить и посмотрим что из этого получится землю я поставила жарится посмотрела в интернете про уровень про уровень жарки поставил на 170 состоит часть которая уберешь из корешки которая совсем уже не живая вот здесь вот живой тяж светленький но нет возможности его оставить уже веломин нет возможности снять уже плохо с ним сейчас мы все что нравится мы все срежем с ними губочку эту не могу до нее добраться все сухущая не пускает мне так чуть лишнее боюсь оборвать как лишний тут полтора живых корешочка смотрим сделать по кусочкам то то будет выдирать все внутри все сухое все огнилое спасать то тут ничего оставлять сейчас посмотрим что с копкой ковыряю все вам не видно воздушные корни засохли а так уберем даже что-то живое как будто бы есть оставим потом работаем перекисью чтобы никакая зараза то не подлезла было бы конечно удобнее секатором кстати до этого снимала обзор тоже орхидея монетка скую принципе она себя достаточно хорошо чувствует цветонос не засох я даже там одна почка открылась смотрим может еще захочет подвести так вот эти вот уделяем до живого ничего страшного потом обработаем живого тоже совсем мало так вот срежем потом еще почистим мало конечно что у нас останется совсем совсем мало убираем все что возможно все что нам не нравится что гнили я боюсь больше чем то что она останется вообще без корней из пазух листочки достанем не знаю видно вам видно тут конечно уже не так много что-то непонятно откуда-то 20 не хочет вот кстати проживу живой корешок сказал воду под листиком был желтеньким так легче снимется так может быть лучше будет видно так хочет никакого лазить одну половинку мы достали это вот мы все тоже срежем что это уже больше напоминает гнила хотелось как-то аккуратно это сделать ну как варвара убираем и 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 шейка в принципе чистенько не или как такову я не вижу она немного окрашена фиолетовым цветом но так бывает что-либо подмен дал что фиолетово фиолетового цвета может быть подкрашиваем немножко магазине и в магазине на производстве голландии где-то голландии посмотрим по засохшему цветочку сложно сказать насколько она яркая была я такого же видео у меня тоже в одной из орхидеи к фиолетовых они прям прям жутко такая с фиолетовым и красным с фиолетовым и тинком и вот она идет строение нет в принципе живые шочки живые почечки я думаю что все получится у нас несмотря на ущерб несмотря на то сколько мы потеряли корешков у нас все получится конечно листочки не в очень хорошем состоянии вот такая жопка у нас осталось сейчас я еще немножечко почищу и поставлю в водичку минуток так на 5 ну что и нельзя резко напаивать что продолжим прошло два часа на мне немножко попила в принципе так все плохо так уже получше я думаю тушить будет срезы срезы я обработала перекисью что кто какая зараза не попала все вот у нас постоял немножко так а что я придумал что мы будем делать мы будем сажать ее закрытую систему с добавлением ее грунта промыла керамзит керамзит кладем керамзит кладем на вот такой вот дренажный слой сделать и возьмем корук мелкая фракция Возьмем ее в перемешку с старым субстратом, я бы прожарила все подохли. Это у нас раньше была сахарница. Теперь мы ее будем усаживать, чтобы попка была повыше. Потому что мы подложим в попку, в крупную пару немножко, чтобы ее удобнее было, чтобы не просаживалась после полива. Жарила я ее час при температуре 170. Подождала, пока остынет. Никакой жучочек не пробежал, никто не прополз. Надеюсь, что все сдохли. Они должны были сдохнуть. Должна она сидеть, чтобы ей легче было адаптироваться. Должна она сидеть в своем прогном субстрате. Я думаю, что ей должно понравиться. Сильно много заливать не будем. Польем через 3-4 дня. Корешки побелеют. Накрывать я ничем не буду. Мне нравится, когда мхом накрыто. Считаю, что он должен дышать. Итого, что у нас получилось. Поставила палочку. Она немножко болтается, потому что посадка не глубокая. И перевешивает немножко корней жмала. Да, она уцепится из субстрата. Я думаю, что она лучше будет сидеть. Но посмотрим. В принципе, вот так вот все получилось. Посмотрим, что будет через недельку дверь, как она будет себя чувствовать. Я думаю, что все хорошо будет. Все. Всем пока-пока.